Слава Украине! Приветствую от Полонского! Бавовна! Утро надо начинать с Бавовны, иначе это вообще, собственно говоря, не утро. Давайте посмотрим, где она была за... Ну, не за ночь, а вот последние несколько дней. Даже возьмем последнюю неделю и посмотрим, где, чего, как. Но надо сказать, что за ночь тоже было. Начнем с того, что был прилет беспилотника по Ярославскому нефтезаводу. Этот нефтезавод входит в компанию, которая там входит в десятку крупнейших на России. То есть нефтезавод очень значимый. Пока что видео этого дела, там не очень понятно, что происходит, но в любом случае видео в нашем описании к данному ролику. Переходим, смотрим по ссылочке, как оно выглядит там сейчас. Значит, по всей видимости, беспилотник, трудно сказать, то ли он нанес удар, то ли он просто упал на территорию этого завода. Там все оцеплено сейчас. На видео какого-то горения я не усмотрел. Но, скажем так, мы подождем апдейтов. Я не буду говорить, он взорвался, не взорвался и нанес ущерб расистам или не нанес. Но одно то, что в Ярославль первый раз прилетел беспилотник. Как говорится, один летел, один долетел. То есть, ничего никто не сбил, все нормально. Возможно, его подавили, возможно, не подавили. Еще раз говорю, подождем, подождем, что там с апдейтами будет. И, ну, узнаем, разберемся. Да, то есть, это интересно, что это на моей памяти, по-моему, это первый раз, когда по Ярославскому нефтизаводу что-то прилетает. Надо сказать, что в той же самой услуге тоже, помните, первый раз прилетело, но какого-то существенного ущерба не нанесло. А второй раз прилетело, уже было конкретно, да. То есть, это уже хороший такой, знаете, свисток, да. Вторая Бововна была, тут надо выяснять, что происходит, на самом деле. Вторая Бововна была в Ростовской области. Местный гауляйтер говорит, что, а, ничего страшного, ПВО сработало, беспилотник упал на территории заброшенного лагеря, потерь нет, ну, мы в курсе. Как у них потерь нет, мы очень даже хорошо в курсе, да. Значит, там заброшенный лагерь сразу наталкивает на первую мысль. Это, скорее всего, использовалось как полигон, скорее всего, использовалось как место проживания вот этих вот могилизированных чмобиков. Ну, вот это больше всего, мне кажется, похоже на правду, и удар наносился именно, скорее всего, по этому же лагерю. То есть, скорее всего, вот это место, оно и было целью, целью для данного беспилотника, который туда успешно долетел. Но, опять-таки, подождем апдейт, а еще раз говорю, зная, как брешут расшисты, то вот где-то вот так вот оно все складывается. Также ночью сегодня в Брянской Народной Республике работало ПВО. По последствиям пока что вам ничего сказать не могу, ну, то есть, я же говорю, тоже немножечко нужно будет подождать апдейтов. И очень хорошее видео есть из Донецка. Ночью отработан, это уже Хаймарс отработал. По базированию расшистов. Это не базирование, там буквально 6 человек было, они все пострадали, но это базированные техники было. Именно не поврежденные, а место средоточения новой техники, там было все, начиная от УАЗиков, БТРов, грузовиков и так далее. На видео хорошо видно, что там сгорело. Частичная техника уничтожена полностью, частичная техника повреждена. То есть, прилет был по складу, по ангару такому, где было много складированной техники. Уже ее там нет, да. Вот, видео тоже сейчас разместим в описании к данному ролику. Дальше, по Мелитопольскому району, там было попадание по базированию, ну, Запорожская область, понятное дело. Мелитопольский район всегда отрабатывается. Напомню также о том, что последний прилет был по заводам, кроме Ярославля, был прилет по Туапсе. Завод выведен из строя, но об этом мы много раз говорили. Был пожар после прилета на двух установках. Заменить их они не в состоянии. Ну, и, собственно говоря, завод выведен из строя на неопределенное время. Кстати, точно так же, как и завод в услуге Санкт-Петербург. Вот, дальше, Иловайск, Донецкая область, прилет по расположению, ну, как по расположению. Там прилет был, на самом деле, не по расположению, а по полигону. Полигон, где происходили учения дроноводов, по-моему, 24,02-4,03. То есть, там попадание было прямо в момент построения. Короче говоря, их всех там и положило. Вот, то есть, исключительно точное попадание было по расшистам. И Бердянский район Запорожской области было попаданием по месту базирования расшистов. Соответственно, это очень далеко от фронта. Ну, не знаю, чем достали. Тут, может, и беспилотникам тоже. Вот, Хаймарсам, не Хаймарсам, все-таки вряд ли там далеко. Вот, то есть, ребята, работаем, работаем. Еще раз говорю, работаем. То есть, вот только за одну ночь было три Бавовны. Это Ростов, это Брянск, это Ярославль. Ну, просто немножечко надо подождать результатов. Результаты обычно приходят на второй. Иногда и на третий день рассказываем. Потому что, видите, как расшисты сразу все оцепили, все закрыли, информацию закрыли. И вот, пока какие-то шлеперы там не наснимают видео, либо пока наши люди там не подоснимают то, что надо. Вот. Ну, будем ждать. В любом случае, дело уже сделано. Да, а в Ярославле нужно повторить. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok